Долгострой – термин, который все чаще встречается в современном мире. В настоящее время в регионе 10 объектов, строительство которых по непонятным причинам затянулось. Одним из таких домов является высотка на улице Розы-Люксембург. Возводить ее застройщик начало в 2014. Через два года процесс встал. Дом обещали закончить сначала в 2019, потом в 2021. Но чуда так и не случилось. Сейчас степень готовности дома не позволяет своевременно его сдать. Судьба сложного объекта решается. Это одно из самых больших сегодняшних дней зданий, которые находятся в процедуре банкротства. Точнее сказать, после процедуры банкротства находится видение фонда регионального. 372 дольчика, 37 с лишним тысяч квадратных метров. Предварительно на сегодняшний день стоимость выплат будет по данному дому порядка миллиард 300, что потребует, естественно, дополнительных средств из областного бюджета. После множества проверок выяснили, что дом строили серьезными нарушениями и достраивать его нет смысла, так как в этом случае потребовалось бы проводить дорогостоящую капитальную реконструкцию уже построенных конструкций. Сейчас подано заявление в суд о возврате дома в конкурсную массу. То есть после того, как арбитражный суд примет решение, появится возможность сменить решение с достройки на выплаты. Понятно, что по данному дому будет проводиться оценка федеральным фондом отдельно. Тогда мы будем знать уже, какая будет конкретная стоимость по этому дому. Но на сегодняшний день мы идем к выплатам, потому что восстановить права дольчиков в оставшиеся полтора года фактически невозможно. Что касаемо долгостроя на улице Буинской и застройщика птицефабрика Тагайская, здесь собственники могут рассчитывать тоже только на выплаты, никак не на новую квартиру. На данный момент федеральным фондом принято решение об отмене финансирования достройки этих домов. Регионам было направлено ходатайство по заустроительной корпорации о смене решения с достройки на выплаты. И сегодня оно находится на рассмотрении. И здесь сначала нам надо зайти в арбитражный суд, а потом уже федеральный фонд примет решение. Процесс не быстрый, но необходимый. В случае принятия положительного решения обманутым дольчиком компании банкротов за федеральный счет выплатят компенсации. После принятия решения наблюдательным советом есть специальный раздел, в котором они сообщают об этом, эту информацию. И тогда участники долевого строительства посредством личного кабинета могут обратиться за выплатами к этому федеральному фонду. То есть он производит выплаты на лицевые счета каждого участника долевого строительства. После того, как собственники получат выплаты, проблемные дома попадут в собственность федерального фонда и решение о дальнейшей судьбе. Достроить объект, продать его, снести или законсервировать будут принимать в Москве. Сколько дома-призраки останутся нетронутыми, пока не ясно. Покажет время, погодные условия и добропорядочность жителей. Алина Тихонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.